Во время вынужденной изоляции многие из нас стали замечать, что холодильник становится все привлекательнее и привлекательнее. А калории, такие нехорошие, непорядочные, ночами ушивают нашу одежду. Меня зовут Оксана Кулачко-Макаренко. Я хочу поговорить с вами о том, как сохранить форму во время карантина. Многие люди замечают, что начинают больше есть, когда, например, испытывают тревогу. Если вы один из таких людей, который склонен заедать свои какие-то проблемы и переживания, то мой вам совет — разберитесь с тем, что с вами происходит в данный конкретный момент. То есть если вас постоянно тянет к холодильнику, возможно, именно это ваше чувство тревоги или, возможно, вам скучно, и поэтому вы пытаетесь как бы таким образом забить своё время, занять его чем-нибудь, например, постоянным жеванием. Вроде бы как при деле. Энергия, которая вырабатывается нашим мозгом в тот момент, когда мы тревожимся, она находит таким образом свой выход. Но правда откладывается на наших боках. Попытайтесь найти для себя какое-нибудь развлечение, что-то, чем вы можете занять это своё свободное время. Например, нарисовать картину по номерам или выпилить что-то лобзиком. Ну, грубо говоря, что-то такое, на чём вы можете полностью сосредоточить своё внимание, то, что сможет вас переключить. Если всё-таки у вас есть вот эта вот такая тенденция к постоянному жеванию, то постарайтесь убрать с глаз всю вредную еду. Всякие печенюшки, конфетки и другие не очень полезные перекусы. Расставьте по всей квартире тарелочки с полезной едой. Там почищенная морковка, яблочко, что-то такое, что как бы не повредит вашему организму. И в то же время вы будете чувствовать постоянное чувство сытости. В этом есть определённый плюс, поскольку, когда придёт время основного приёма пищи, вы не будете набрасываться на еду так, как будто вы не ели до этого неделю. То есть вот это вот базовое чувство сытости, оно будет сохраняться, и в итоге вы будете съедать меньше. Уменьшите количество поглощаемой еды путём замены объёма тарелки, из которой вы едите. Сделайте её меньше. Повесьте на холодильник план приёма пищи. Завтрак, обед и ужин должны проходить в чётко обозначенное время, каждый день. И старайтесь готовить каждый раз достаточное количество ровно на один приём, чтобы ничего не оставалось, чтобы не было у вас соблазна где-то в промежутке перекусить чем-нибудь тяжёлым. Например, так, помежду прочим, съесть тарелочку борща. Пейте побольше зелёного чая. Это успокоит ваши нервы, а также, если верить диетологам, ускорит ваш метаболизм. Если вам не хватает контроля в своей жизни, очень многие люди испытывают это состояние, когда происходят какие-то события, которые мы не можем контролировать, на которые нам очень сложно повлиять. Вот у вас есть замечательная возможность внести этот самый контроль в свою жизнь путём контроля количества еды, а также вашего веса. Взвешивайтесь каждый день в одно и то же время, в одной и той же одежде. Это тоже будет вас стимулировать и мотивировать к дальнейшим достижениям. Поставьте себе цель скинуть определённое количество килограмм за время карантина. Подпишитесь в социальных сетях на как можно большее количество фитнес-тренеров. Возможно, те посты и те картинки, которые они выкладывают, смогут вас мотивировать и поддерживать в вашем достижении цели. Воздержитесь от приёма алкоголя, потому как алкоголь будет аппетит. К тому же он тормозит наши контрольные функции. Нам сложнее сдерживаться, и во время закусывания мы поглощаем больше вредной, ненужной еды. Я желаю вам, чтобы не показывало вам зеркало, всегда видеть в себе прекрасного, хорошего, доброго, светлого человека. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!